Уважаемые слушатели моих роликов и читатели моих книг, у нас произошло знаменательное событие. Исполнилось 150 лет со дня рождения Владимира Ильича Ульянова, то есть Ленина. Это крупное событие, и мы с вами прослушали целый комплекс умилительной словесной дефекации самых разных людей, которые в основном-то и не жили в те времена, и плохо понимают теоретики. Это очень печально, поскольку на самом деле роль вообще этого октябрьского переворота и лично Ленина на самом деле в истории колоссальна. То есть, что, чем же он интересен и чем он хорош? То есть, в чем дело, почему я такие слова говорю о этом человеке? Дело в том, что он впервые осуществил на планете Земля, причем в стране и надолго осуществил, новую систему искусственного отбора мозга. То есть, то, что я пишу в своей книжке «Церебральный сортинг». Собственно говоря, он первый попытался это сделать в масштабах страны, а еще лучше всей планеты. То есть, оторваться, перейти от системы биологической эволюции, которая сейчас осуществляется во всем мире, к идеям и механизмам разумной эволюции человечества. То есть, перевести искусственный отбор в некое осознанное поле. То есть, это первая и пока единственная попытка в этой области. Поэтому, что можно сказать? Надо взять и помянуть Владимира Ильича добрым словом. Хорошая вещь машина времени. Можно перцовочку под бескозыркой попробовать. Это из советской эпохи. Очень хорошая водочка была вот такая в конце Совдепии. Такую лучше не пить. Это были уже 80-е годы. Так вот, пусть опытному коммунисту будет Царство Небесное. Ну, если оно есть, конечно. Я специально это совершил из рюмочки, выполненной в ранний советский период. Она кривая, стекло неровное, но ностальгическая. Как-то она согревает мою израненную душу. Так что же сделал Владимир Ильич со всей своей компанией? Там все было не так чисто, как хочется выглядеть, как хотелось выглядеть. Ну, много чего. Но неважно. Это все не имеет никакого значения. Имеет значение начало нового искусственного отбора людей. По ранее невиданным признакам. Каким же? Что хотел сделать наш Владимир Ильич со всей своей компанией? Он хотел изменить фундаментальный биологический принцип. Отбор. Не по родственно-наследственному принципу. Ну, как аристократия, двояне, бояре. Ну, кто хочешь. Как хочешь. Потом купцы, если денег было много, тоже наследственно-семейный признак. Вот от этого он пытался отойти. Почему? Потому что наследственно-семейный принцип – это биологический принцип. И он, как известно, приводит только к развитию биологических процессов. То есть, никакого отношения к человечеству это не имеет. Просто у нас мозг большой, который позволяет делать еще кое-что, кроме размножения еды и доминантности. Поэтому у нас мы обременены всякими глупостями, философскими, религиозными и всем остальным. То есть, иначе говоря, он попытался начать новый искусственный отбор. Без крови, конечно, не прошло. И в этом отношении Феликс Эдмундович Дзержинский сыграл свою огромную роль. Он, так сказать, был осуществителем этого самого отбора. Кстати говоря, в советские времена, в конце Савдепи, был неплохой табак «Золотое руно». Ну, из той же машины времени, как вы понимаете. Он и появился. Так, где мои спички? Так вот, что же они сделали для того, чтобы начать этот самый новый искусственный отбор? Ну, понятно, что надо сначала истребить этих самых негодеев, которые по биологическому принципу ничем не занимались, кроме как размножались, да присваивали чужое имущество. Надо было что-то делать другое. Что же они придумали? Они решили найти способных людей. То есть, это главный принцип, главнейший принцип искусственного отбора. Как найти способных людей для того, чтобы использовать в интересах государства? И тогда есть единственный способ. Образование было привилегированное, знания привилегированные, подготовка привилегированное для избранных. Как решить эту проблему? Надо добиться чего? Расширения образовательной системы. Всеобщая грамотность. Пожалуйста. Она началась, конечно, еще до революции, но в этот момент она продолжилась очень интенсивно. Дальше. Медицина. То есть, нужно сделать фельдшерский пункт в каждой деревне, в каждом городишке, развивать медицину всеми силами. Открывались, несмотря ни на что, даже в период гражданской войны медицинские факультеты. Было сделано? Да. Дальше. А дальше эти самые люди, получившие базовое образование, сохраненные жизнью с помощью более развитой медицины, что стали? Стали проявлять свои способности. И вот эту пену, замечательную пену, вкусненькую, то есть, самых способных и самых умных, они собирали. Именно поэтому начался невероятный расцвет советских технологий. Да, конечно, много крали с Запада, но и Запад много чего крал у нас всю жизнь. Так что здесь мы, так сказать, равны. Просто Запад побольше, чем Россия. И образованных людей там побольше, поскольку-то они дольше вкладывались в образование. Так что, тем не менее, все это надо применять было и осваивать. Это не так просто. Поэтому отбор по способностям стал результатом чего? Огромного начального эффективного образования и более-менее приличной медицины, чтобы снизить смертность. Отбор по способностям привел к расцвету страны. Это тоже понятно. Что же происходит дальше? И как следствие, каждый, кто выдвигался в этой системе, нес личную ответственность. То есть, лично отвечал за то, что он делал. Благодаря этому, собственно говоря, он и пробивался. Как сейчас люди говорят, по социальным лифтам, которых не существует в настоящее время. Так вот, единственное, были две проблемы. Одна проблема состояла в том, что, ну, это быстро все кончилось. Всего три поколения. В золотом руно все-таки кое-какие свои прелести есть. В советские времена для тех, кто курил трубку, было интересно. А тот, кто курил сигареты, были пижонские сигареты. Вот такого рода. Это космос. Но уж совсем понтари-самоучки те уж переходили на Мальборо. Ну, это была экзотика. В чековых магазинах. Так вот. Первая проблема – это продолжительность. Но продолжительность была тяжелой. Дело в том, что уже к НЭПу добрые, смелые, героические коммунисты слились с капиталом до такой степени, что, в общем, проблем никаких не было. Это была попытка такого глухого возврата к обратному родственному наследственному отбору. Пришлось этим поступиться. Ну, и вторая проблема – это проблема объективности. Тем, чем всегда страдали коммунисты. Их отбор был по принципу преданности. Коммунистическим идеалам. А не по способностям. То есть, будь в те времена компьютерный томограф с разрешением 1 микрон в Оксе, то тогда бы что произошло? Тогда бы произошло светлое будущее. Они отобрали бы неврунов и негодяев, как это происходит и сейчас, по принципам преданности. Ну, их отбирают по принципам преданности, а потом требуют в них как в умных. Как это можно делать? Как можно от преданных дураков требовать ума и проницательности? Довольно странно. Ну, имеем то, что имеем. И эта объективность, отсутствие объективного отбора и большой роли преданности, несмотря на многочисленные чистки, в конце концов, привело к 80-е, к развалу этой системы, поскольку, опять-таки, биологические граждане с биологическими мотивациями проникли наверх и погубили эту замечательную страну, в которой я прожил больше 30 лет. Что же произошло сейчас, если мы смотрим на систему эволюции человечества, о которой я вам рассказываю, то происходит, собственно говоря, обратная ситуация. То есть переход от принципа отбора по личным способностям и под личную ответственность люди, которые работают, к родственно-наследственным системе отбора. То есть для этого что надо было сделать? Опустить образование, уменьшить доступ к нему. Это было сделано за 25 лет. Медицину надо было сократить? Надо. Удалось ее сократить? Да, очень сильно. Но занятно, что те же люди, которые ее на протяжении десятилетий оптимизировали, они сейчас борются с коронавирусом. Немного странно это выглядит. Но перспективы, я надеюсь, вы все понимаете. Отбор по непоспособностям сейчас, а по кошелькам и по родственным связям. Ну, достаточно посмотреть на личный состав многих учреждений, особенно высокооплачиваемыми должностями, что вы мне легко найдете подтверждение этому выводу. И в результате что получается? Поскольку у нас родственно-наследственная система, то персональная ответственность отсутствует. То есть искусственный отбор идет по другому принципу. В результате личная полная безответственность и отвечает за события обычно только шайка или компания, в которую входит та или иная личность. То есть возврат к естественной биологической системе идет полным ходом. И никаких шансов возвратиться к рассудочной системе я лично не вижу. То есть единственный вариант – это усиление давления до того момента, пока не произойдет смена собственного караула. Речь идет о людей с другими способностями, которые сейчас востребованы. Таким образом, роль Ленина в истории, она огромна, без всяких много недостатков. У меня у самого родственники ближайшие были ликвидированы массово. И поэтому у меня на самом деле зуб коммунистам до пола. Но, тем не менее, надо объективно сказать, что эти люди попытались заменить биологические процессы в нашем социуме на разумные. Попытка была почти удачной, но из-за отсутствия механизмов объективного искусственного отбора вся затея провалилась. И, конечно, на прежних принципах возврата к ней не будет. Есть еще одна огромная проблема, которая была решена во времена построения коммунизма. И она была сделана именно благодаря Ленину, а точнее его мозгу. Но об этом я расскажу в следующей передаче. А пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok